Приветствую вас! К сожалению, с точки зрения психологии, нельзя избавиться от чувств, нельзя избавиться от всех эмоций, да, нельзя избавиться от радости, от горы, от злости, от негатива. Также, с точки зрения психологии, совершенно достаточно вытекает, что нельзя подавлять в себе чувства, потому что это ведёт только лишь к негативу, к накоплению и впоследствии к различного рода заболеваниям, например, к неврозам. Собственно, невроза – это заболевание, которое основано на подавлении своих чувств, подавлении своих желаний. Другое дело, что очень правильно работать над эмоциональным интеллектом, вводить в контакт со своими эмоциями, адекватно и конструктивно их выразить, и овладеть навыками бесконфликтного, в частности, общения, что позволит вам быть естественным, это позволит вам естественно выражать свои чувства, выражать свои эмоции естественно, и это позволит вам быть в контакте с собой и с другими людьми, потому что другие люди, так как и вы, выражают свои чувства, это нормально. Также я бы хотел, чтобы вы обратили внимание на то, что вы выдвигаете задачу, которая заведомо человеку не так сильно. И совершенно очевидно, что нет ни одного человека, у которого бы получилось сделать то, что вы хотите. Соответственно, вы, скорее всего, считаете себя бессознательно возможной выше, чем другие люди, считаете, что у вас получится сделать то, что не смогли сделать другие. От этой опасной мысли, которая делает вас аутсайдером для других людей, также нужно избавляться, потому что вам ничего хорошего она не принесет. Это идея, эта мысль. Вот. Ну, соответственно, с этим тоже нужно поработать. Поработать с оценочными обсуждениями, с дождествованием и, вероятно, с некими ожиданиями, которые у вас имеют место быть. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам ответить, исходя именно из того, что вы написали. Ну, это все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку, буду рад помочь. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok